Что не так с реставрацией старинных зданий в Уфе? О чем больше всего беспокоятся инвесторы? И преобразится ли улица Октябрьской революции до юбилея города? Такие вопросы обсудили на круглом столе общество и проблема сохранения объектов культурного наследия, который прошел в рамках гражданского форума. Сейчас на территории Уфы расположено более 60 объектов культурного наследия. Из них 38 в плохом состоянии. Об этом рассказал начальник башкультнаследия Олег Полставалов. На мой взгляд, самая главная проблема и самая главная задача, которая сейчас стоит, это заинтересовать, наверное, где-то, может быть, несколько иррационально, нерационально, не с точки зрения прибыли, а общественные, которые, и те силы, как общественные, которым важно восстановление объектов культурного наследия. Наибольшая сложность для тех, кто возьмется за реконструкцию зданий, это перевод их в нежилой фонд и оформление земли под ними. Сейчас эта процедура применяется при расселении домов. Здесь вспоминается улица Октябрьской революции. Ее обещали привести в порядок до юбилея Уфы в 2024 году. Девять ОКН, расположенных на улице Октябрьской революции, в начале этого года заключили муниципальные контракты на изготовление документации, срок его завершения проектных работ на сентябрь 2022 года. Еще три ОКН, разработка документации на начало июня. Хотелось бы отметить, что объекты, по которым документы уже готовы, будут переданы частным инвесторам для реставрации путем проведения конкурсных процедур. На круглом столе инвесторам посоветовали брать пример с других городов, таких как Казань. Так в Татарстане 13 населенных пунктов получили статус исторического поселения. Если еще в Уфе мы как общественность, в том числе как Совет по правам человека, проводим какое-то мероприятие по популяризации и объяснению тех процессов, что у нас творится по сохранению памятников, то в районах, к сожалению, информации не владеют. Владислав Калачев приобрел в Стерлитамаке дом купца Моченева. Он отреставрировал старинный особняк и сделал его жилым домом. Предприниматель беспокоится, как сохранить не только памятники архитектуры, но и заинтересовать горожан историей этих зданий. Моя боль – это вот памятники архитектуры, когда я подхожу и вот у самого памятник, и с ужасом думаю, какой вот мне придется табличку ставить, вот эти с этим QR-кодом и с этой казенной надписью, и как мы вот отвращаем людей от любопытства и интереса к этому историческому контексту. Когда вот на памятнике архитектуры вот это стоят, вот эти таблички, скучные, написанные казенным языком, их читаешь и уже это, ну, на втором слове хочется это, отойти куда-нибудь подальше. Разобрать конкретные проблемы участники «Круглого стола» не успели. В завершение обсуждения приняли 9 поручений, одно из которых – создание специального совета, который поможет инвесторам решить их проблемы. Ну, во-первых, в городе должен быть отдельный отдел, как в Казани, например. Там 20 человек работает в Казани, у нас нет отдельного отдела, который администрирует и муниципальные уровни памятники. Как рекомендация, да, по итогам нашего «Круглого стола» создание специального общественного, как бы, такого, некого координационного совета при премьер-министре республики Башкортостан, который бы лично курировал вопросы, вот такие проблемные вопросы инвесторов. Однако на момент выхода материала, что из себя представляет этот координационный совет, понятно не было. Никаких подробностей присутствующие на «Круглом столе» не озвучили. Эвелина Бронникова, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ.